Ну что, я пошла подготавливаться на макияж и прическу к нашему гендер-пати, внутри миллион тысяч волнений, но если честно, я почему-то внутри уверена, что у нас мальчик. Посмотрим. Все, сделали мне макияж и прическу, мне безумно непривычно, потому что у меня впервые такая объемная прическа, такие локоны, и я прям записалась реально к лучшему мастеру в нашем городе по волосам, потому что я очень хотела что-то очень красивое, воздушное, и у меня очень получилось. Ну не у меня, а у мастера. Вот, так что пишите, как вам. На самом деле здесь будет значительно больше, чем в инстаграме, хотя там уже многие увидели как раз-таки пол нашего малыша, но блин, это было классно тем, что здесь столько эмоций, конечно, того, что было после. У нас все как всегда, у Сэма просто прям перед гендер-пати поднялась температура 38,5, сейчас вот тоже сбили нурофеном, в день, когда не должно было быть вообще дождя, потому что у нас дымовые шашки, как раз-таки пошел дождь. Ну то есть мы смотрели специально по прогнозу, чтобы не было дождя, чтобы был самый солнечный день, и просто офигеть, и теперь вот какой ливень, гроза, и кажется, что это никогда не закончится. По прогнозу до сих пор, чтобы вы понимали, нет дождя. Я вспоминаю нашу свадьбу 6 февраля, как я брала шубу, у нас планировали шикарные фотографии в доме, на крыше, и просто пошел дождь в феврале, как и сейчас, собственно, в июле. Ну все, мы приехали в дом, это место, где мы сейчас, ну не сейчас, а вообще будем ночевать, а само празднование основное будет проходить в другом доме. И хочу вам быстренько-быстренько показать, здесь у нас получается второй этаж, и здесь комнаты. Вот тут, по-моему, наша комната будет, если я не ошибаюсь, да. Здесь будем мы с Валерой и Сэмиком. Вот такая вот красота невероятная, просто, конечно, что за вообще лакшери дом, какой красивый дизайн. У меня уже вся прическа просто подопала, потому что то окно открывали, ехали, то я Сэм готовила еду, пекала дома, жарко было, надо будет все поправлять. Но сначала мы организуем все, красиво украсим, а потом уже все остальное. Дальше еще одна комната. Вот тут уже она идет с диванчиком. Люстра вот такая вот, комодик. И еще одна комната. Тоже достаточно просторная. Такое милое зеркальце. И вот такая красота. Конечно, дизайн дома, это очень... Все-то шикарное, невероятно красивое. Вот так это все выглядит. Симпатично. Вот такой вот диванчик. Ну все, идем с вами заниматься организацией, пока все не приехали. Дождя еще не было, но он планируется вечером. Мне надеюсь, что вечер, это не означает 5 часов вечера. Вы понимаете, да, чем я буду? Что с Катей, что такое? Так что, идемте. Помощница моя. Здравствуйте. Ты платье пошла положить? Я пошла надеть. Ты все положила, то, что... Ой, туда унесла, что организационное. Ну что за красота. Это наш внутренний зал, можно так сказать. Наши столы. Вот такая вот здесь красота. Такой вот декор. И вот такой вот стол. И все вот так вот красиво цветится. Ну просто невероятно. Очень красиво, да, Полин? Что за вообще восторг? Как будто у нас свадьба какая-то. Мы хотели, чтобы у нас была кнопка. Чтобы мы на нее нажали. И у нас вышли фейерверки. В итоге ничего не получилось, потому что кнопку мы не нашли. И мы сделали саморучную. Это голубая коробка. И насос, который мы ставили. И на 10 мы вместе нажмем. По-моему, очень прикольно. Ну, миленько вроде смотрит. А тут у нас есть замечательная беседка. Тоже вот с таким вот зеркальцем. Вот такая штучка. И сейчас мы здесь будем все украшать. Вот так Полина идет с коробками. Так, мы идем смотреть нашу арку. Что там у нас получается с шариками? Посмотрим-ка. Здравствуйте. Красота. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, два, три, четыре. Давайте отойдем, чтобы не было авторских прав. Полный рост сделаем? Да, да, да. А что там? А ты пощелкаешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас я вам буду задавать разные вопросы по поводу предстоящего ребенка. Сначала представьтесь, кто вы? Я мама Валеры. Мама Валеры. Ну что, как сильно ждали ребенка? И когда они вам о нем сказали? Ну, вообще-то было очень неожиданно. Сказали они на дне рождения первого внука. Шокировали все своим объявлением. Мы не ждали так рано, но рады очень. Ну, как вы отреагировали? Ну, шок был. Большой шок у всех. Как думаете, кто появится? Ну, очень хочу внучку. Ну, думаю, что будет внук. Наждем внучку. Ставим пальчики за внучку. Чем будете баловать внучку, если она будет? Всем. А теперь самое интересное. Что пожелаете ребенку? Ребенку здоровья, чтобы рос здоровым, счастливым, в любви. Все его будут очень любить. Дедушки, бабушки баловать. Мамы, папы тоже. Все будет хорошо у нас. Мне кажется, Лиза, когда узнала, такая, да блин, опять что ли. За четвертый не пойдете? А вы? За четвертый пойдете? Я всегда такой со школы думаю, блин, трое будет у меня. Три ребенка из них, два близнец. Я, походу, ваших украду. Кто первый узнает, родители или Инстаграм? Конечно, родители. Конечно, родители. Потом Инстаграм. А оттуда уже? Не-не-не, потом друзья. Ну, в основном. Лично? Ну, нет, я могу написать. Так. Привет, я. В Инстаграме. Я могу написать в Инстаграме. Сообщение от человека. Привет, я беременна. Зачем мне это информация? Ну, молодец. Нет, привет, я беременна, приходи. Как будто, такие, это не от меня, это не мой, не знаю ничего. Ну, давай, давай, сейчас парень пошутил. Подожди, ждем, ребята, дайте ему микрофон, подождите. Не плюй только еду в микрофон. Сейчас он пошутит. Давайте еще, еще, чтобы шутка вообще в далекула. Тебя разогреть надо? Да нет, конечно, уже не зайдет. После каких слов ты должен был, что хотел сказать? Что мне надо сказать? Какую фразу повторить? Она пишет, я беременна, а чувак сидит со своей девчонкой. И он такой, хуякся, удалился от пленей. Блин, это же... Это же как анекдот сейчас звучало. Узнали, что ребята у нас беременны. Так, ну мы узнали только в инстаграме, когда Лера выложила. И, конечно, для нас это, ну, наверное, не было неожиданностью. Было, наоборот, очень... Радостное событие, прикольно, классно, да. Радостное и приятное. И в тот момент как раз у нас готовилась гендер-пати. И так получилось, что ребята позвали нас на гендер-пати, а мы их пригласили. В общем, вот такая вот интересная история получилась. Я узнала на день рождения Сэма. Я чуть позже. И сообщили. А, мне еще Даша такая, а ты, Валера, хоть что-то сказал? Я такой, нет, а что там? Ну ладно, сам расскажет. Я Валере пришел, он говорит, ну... Да я догадался сразу же. Ну, мы немножко удивились. Вообще, на самом деле, Валера с Лерой сами первые узнали о том, что мы беременны. Вот. Но мы не первые, получается. И рад за ребят, потому что у нас самих уже третий ребенок в животе. Вот, поэтому ребят нас догоняют. Каково твое ощущение хранить эту тайну? Я уже привык. Даже девушке своей не рассказал? Серьезно? Вот прям хремень. Да, она не спрашивала. Вот если у тебя будет хремень. Будет у тебя секрет? Звони Антофе. Точно не расскажешь. Я хотел добавить. Если у меня будет секрет, я сдам сразу его. А ты крыса, а! Кого хочет мама? Ну, конечно, было бы интересно узнать, как это воспитывать девочку. Но почему-то я ставлю 99% на то, что это мальчик. Вот так. Так, да, у меня следующий вопрос. Девочка уже. Ну, мальчик есть, пусть девочка будет. Ну, или третья девочка. Третья? Так уже один парень не будет, что ты две девочки. 12-3. Типа, кого в семье у вас больше? По вашей линии? Мальчиков. Мальчиков больше. У тебя братья, сестры кто? Нет. Нет? Один? Да, один. У меня, мне кажется, поровну. Прям мальчик, девочка, мальчик, девочка. Самый главный вопрос. Как вы думаете, кто будет? Я за девочку. Ну, вариантов всего два. Реально. Мальчик или девочка. Даша за девочку, я... Ну, я хочу за мальчика попробовать. Хотя, наверное, тоже буду за девочку. Девочка. Девочка. Почему-то думаю, девочка. Мне кажется, ребята хотят девочку. Девочку лучше. Но они мальчику тоже будут рады. Конечно. Но если будет друг, мы тоже очень вообще несказанно рады. Да, тоже нормально, конечно. А как думаете, как они назовут? Это сто процентов будет что-то необычное, потому что первый их малыш с необычным именем. Если девочка. Не знаю, Виолетта. Виолетта? Ну, как-то необычно, потому что Аймон и что-то такое необычное. И Виолетта. А если мальчик, то пусть будет Илья. Да нет. Сэм и Олег. Сэм и Олег. Класс. Ну, какое-то тоже должно быть зарубежное, да? Значит, это будет... Давай, ты врач. Так, это будет у нас, получается, 50-53 сантиметра, 3-250-3-600. Кем он станет? Давай скажем блогером, блогером, что мальчик, что девочка, пусть будут блогерами. Но не факт. Не знаю. Лишь бы человеком хорошим был. Да, может, не знаю, какую-нибудь свою IT-компанию открою. Может, какой-то будет творческой личностью. Ну, или спортсмен, может, гонщик, может, боец. Что, про колонны? Слишком много вариантов. Слишком много вариантов. Унисекс. Унисекс. Прекрасные ли у нее очень прекрасные родители, которые... Ну, такой классный пример. Молодые, красивые, уверенные в себе. Успешные. И очень, да, успешные и целеустремленные люди. Я думаю, они своим примером воспитают так, как нужно. Ну, кроме счастья, здоровья, наверное, да, любить родителей, не бросать их поддерживать, помогать вести себя хорошо, наверное. У мужа будет сложнее, у него будет старший брат. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, реакция шок, конечно. Я не ждал, что будет два сына. Я вообще изначально давно-давно, когда только мы начали встречаться, хотел одного ребенка и одного сына, и у меня это получилось. Тут второй еще вдобавок попался, но в этот раз я думал, будет девочка. Это мое было ожидание, которое не оправдало себя, но два сына, это, конечно, тоже классно. Будем, я не знаю даже, что с ними делать, там футбольную команду можно собирать, будет еще чуть-чуть позовем кого-нибудь, какую-нибудь семью. Вот у нас есть, там у них два близнеца, два сына. Поэтому все классно, я вообще доволен тем, что как прошло, как все взорвалось. Хочу еще посмотреть на видео, потому что, когда ты не гость, а действующее лицо в этом плане, ты немного отличен от всего действия. И хочется, конечно, посмотреть со стороны, как это выглядит. Это обратная сторона такая, я вообще не видел ни хлопушек, ничего. Я просто видел себя не зря, такой обомлел и пошел поздравлять жену. Вот как-то так. Нету имени вообще никакого, то есть, ну, то есть, прям вообще мы не знаем, какое имя. Ну, будем опять выбирать, опять спорить. Но что они, конечно, выберем, к чему не придем. Я, если честно, ожидала мальчика, хотя очень хотелось девочку. Антон знал пол оба раза. Антон, самый главный, самый ответственный. И он все время меня шантажировал, говорил, если мне не сделаешь массаж, я тебе расскажу, кто у них будет, мальчик или девочка. Я счастлив. У Леры будет два мальчика. Ну, наверное, это круто. Девочки тоже будут играть. Футбольная команда скоро соберется. Такими темпами. Ну, надеемся, что... Будет когда-нибудь девочка. В следующем году, надеюсь, мы соберемся снова здесь, на гендер-пати. И будем видеть розовые огоньки или розовые лепесточки. Судя по первому ребенку, я вообще не знаю. Может, Сиркан Балат будет. В деле у меня очень внутреннее спокойствие, гармония, потому что, когда я сюда ехала, я даже сказала Валерии о том, что, в принципе, можно ничего не взрывать, потому что было очень сильное внутреннее ощущение того, что у нас будет второй мальчик. и когда я увидела голубые вот эти вот взрывы, конфетти, у меня внутри такое, ну, все. Мое вот это внутреннее состояние того, что я была уверена, оно подтвердилось. Также было, на самом-то деле, у Валеры с Сэмом, и он был уверен, что сейчас у нас будет девочка. Я говорю, нет. В этот раз уверена я, и мой материнский инстинкт меня, конечно, не подвел. На самом-то деле, замечательные эмоции. Я очень счастлива. Мне абсолютно, для меня не имеет значения, кто-то мальчик или девочка. Я вообще не расстроилась, потому что я знаю, что очень многие расстраиваются, когда там второй ребенок, там, мальчик или девочка. Для меня это вообще не имело особого значения. Значение имеет то, чтобы малыш был здоров, и у меня будет теперь целых три защитника. Это классно. Кто знает, может быть, это повод пойти за третьей малышкой. Будем думать. Никаких сурканов болатов. Смотрел, все он смотрел. Ты что, хочешь воспитать нарцисса? Мы перешли в дом. И тут все красивенько так. А, Сэмик. Сэмик. Шутку мне тоже я хочу. Не. Не надо тебе, это нельзя. Ребята, ну что, как ты, Совочка? Как вы заметили? Просто секунды назад. Все хорошо. Это тот стул? Это тот стул? Это еще один такой же. Это ты виноват. Снимаем, снимаем лох. Да. Он не сломался. И он... Давай, думай, Валера. Валера, думай. Так, я понял. Вот это... Это... Вот это херня? Это да. Так, осталось понять, как вас сложить. Да, да, да. Ставь мне сумку, чтобы не боролась. Ты... На меня не перекидывай. То есть нет, да? У нее, видимо, дома такие. Май, май. Я так все пописаливаю. Вы про это делали. Как он выгуляет? Нету. Блин, где же поступки, да? Где же поступки? Эй, эти, ты делаешь, я буду офигею монтировать. Эти, ты замя, хотя бы то, что снимаешь. Потому что он внутри. А на руках у меня есть... Субтитры сделал DimaTorzok